Слава Украине! Привет всем от Полонского! Так называемая Россия прекратила участие в договоре о обычных вооружениях. Что он ограничивал? Этот договор ограничивал количество техники, которая находится на руках, тогда находилась на руках у двух блоков, у советского и у блока НАТО. Потом советский блок прекратил существование, соответственно остался только НАТО и Россия. Соответственно они некоторое время придерживались этих кодов, а потом Россия перестала участвовать, если я так не ошибаюсь, с 2015 года она уже не участвовала в заседаниях. Но формально прекратила полностью, денонсировала этот договор только сейчас. Мол, вот теперь-то мы будем производить столько танков, сколько захотим, столько ракет, столько захотим, столько БТРов и БМП, сколько захотим. Не будем смотреть ни на какой договор, который мы денонсировали. Напомню, это договор по обычным вооружениям. По этому поводу можно сказать только следующее. Вот знаете, потуги России что-то там производить, ладно, я не буду грубо говорить, и угрожать, знаете, что они производят больше, чем блок НАТО, напоминают приблизительно потуги Зимбабве вывести на орбиту спутников больше, чем выводит Илон Маск. И вот действительно, представляете, президент Зимбабве заявляет, все, чхать, я хотел на договор с Илоном Маском. Вот теперь с сегодняшнего дня Зимбабве в космос выводит 15 тысяч спутников. Но это не точно. Ну, как говорится, сколько на прощу там накрутим, запустим выше пальмы, вот столько и полетит. Вот это то же самое. Чуваки, которые не могут отремонтировать 3 танка в месяц, потому что у них не из чего делать это все, у которых танк Т-90 после его разборки оказался таким же дерьмом, как танк Т-72, только на него там налепили немножко электроники. Я, кстати, вот когда стою рядом с танками, Т-72 и Т-90 у нас два спалиных стоят, как раз на Михайловской площади. Там, по сути дела, разницы 0,1. Вообще ее не видно. Можно внутрь залезть посмотреть? Ее нет. Ну да, там есть по электронике немножко разница. Но это тот же самый танк, да? Ну, это не об этом. То есть, чуваки реально, вот они тогда, когда у них были все возможности, у них были куча нефтедолларов и всего этого, они не могли сделать нормальный танк, они сделали фактически клон Т-72, немножко там подшаманили его французской оптикой и еще какой-то американской электроникой и сказали, все, зашибись, это Т-90, понимаете? На самом деле это пшик, это все то же самое. Он горит точно так же, как горит Т-72. И он ничем не отличается, фактически. Ну, силовая остановка чуть сильнее, оно ничего не дает. Это тот же танк. То есть, в лучшие свои годы они не могли производить, сколько у них-то 90-х там было перед войной? Копейки, слезы, кот наплакал. Их уже почти всех сожгли. А теперь-то они вышли из договора и теперь-то они напроизводят. Вот только не из чего. И того нет, и электроники, и оптики нет, ни хрена нет, но ничего, они обязательно все произведут. Наверное, из бересты.